Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину, кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красная заразили Октябрьскую, мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным, страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков, якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. И если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. У меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить никому. Это так жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод. Кладбище и твоя жизнь просто искра от костра вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать, почувствовать себя живой. Прикоснись ко мне. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артем, можете идти, а вот с вашим Аня ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава Богу. Ну что же вы, идите, идите. Иди, Артем. Как только меня починят, я сразу тебя найду. Даже соскучиться не успеешь. Иди сюда, доченька. Не смотри. Не смотри. Кого повезли? Не видно тебе? Да разве поймешь? Вроде из восьмого. Точно из восьмого. Семецкий. Уюль. Эй, кто-нибудь! Эй! Не плачь, Саша. Не плачь. Что теперь делать? В палаты здоровым нельзя. Идите через лабораторию. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Да-да, это я знаю. Очень хорошо. Дальше измерение температуры каждый час. Проба крови каждые три часа. При выходе любых показателей за среднее значение, если меня нет рядом, немедленно... Вы смогли выделить возбудитель? И да, и нет. Это какой-то штамм вируса лихорадки Эбола. Но культивировать его нет смысла. Он же практически утратил юрлет. Безыходного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые два дня смертных составило 95%. На третьи 25%. Сегодня новых зараженных лишь двое. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается. А в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения. А затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Именно на основе этого возбудителя. Но вот откуда ему взяться сейчас? Через столько лет? Да, дела. Оружие. Для всякий случай дам указания опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил. Из прошлого. Проходите, здесь опасная зона. Разойдите! Разойдите! Внимание, учебцы! В появлении у вас или окружающих любых симптомов заболевания немедленно доложите об этом ближайшему медику или охраннику. Попытки скрыть проявления симптомов будут расцениваться как рожденные действия. Отпустите! У меня ребенок уже там! Отпустите, сволочи! Стойте! У меня уже лучше! Отпустите меня! Отпустите! Разойдите, снижение иницией! Поехали! Стой, стрелять! Стой, голубая! Стой, голубая! Стой, пусть стрелять! Огонь! Поехали! Вот пора! Говорили же, стоять! Каждый день! Каждый день! Сколько можно? Опять бумага! Проходите! Проходите! Здесь нельзя! Артем! Артем! Я здесь! Артем! Рад! Очень рад, Артем, что вы с Анной не заразились! Нам опять сказочно повезло! Впрочем, возможно, это судьба! Наверное, этот темный и впрямь последний! Мы обязаны спасти хоть его! Идем! Ну, поймите, мне обязательно нужно вернуться! Обязательно! Там инсулин! Она же не выживет без него! Купите еще! Нельзя туда! Как же мы купим? Если все там осталось! За него же Ганза берет! Ну, пропустите! Ганза предоставила вам убежище! Нельзя! Хорошее убежище! Пешкинсон повезло, что здесь оказались Арейнджеры Томилина! Люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня! Ну и что? Товар весь остался! Защитить станцию Ганзейцы сами не смогли! Но госпиталь для беженцев Документы! Сержант! Хоть вы скажите, что там творится! Нас-то не пускают, а слухи ходят такие! Карантин, сам понимаешь, ничего хорошего! Много жертвы! Какие документы? Не можем! Начальник запретил до выяснения! Вот наш человек! Вот этого пропустить! На него есть разрешение! Артём, путь нам предстоит не близкий! Так что пополни, поеби! Походи! 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 Есть отличные образцы! Походи! Ну, в общем, мужики, повезло нам, что тут... Удачной торговли! А чё они вообще в бой пошли? Им что до нас, что до беженцев этих, дела никакого! Коминь! Экен! Продолжение следует... Продолжение следует... Обрати внимание, Артём, какие средства ГАН забросила на организацию карантина. А ведь деньги они считать умеют. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Удачи в тоннеле, Грэнджер! В другое время, в другом месте, случившееся могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время. Настоящее. Лишь одно место. Метро. И наш долг – спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять Чёрного. А не сообщить отцу о том, что творят Корбут с Москвиным. Всё остальное – непозволительная сейчас роскошь. У нас на выход! Открывай! В полюсе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры ГАНЗы, Красной Линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артём. Всё бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо... Проходите. Так. Двигаясь по тоннелю, пояс с Чёрным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Порядок. В поле сойдёте? Нет. Открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Но там же тупит. Не опасно там? Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Идём, Артём. Аккуратней там, с генераторами. И какой это не тупик, Артём? Просто случайный человек моментально заблудится в этих тоннелях. А ещё больше в самом себе. И скинем без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведёт судьба. Все думают, что метро — это просто туннели и станции. Бело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Но есть метро — особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют «рекой судьбы». Потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Если в «реку судьбы» вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет ему место и время, где можно изменить всё. Помни, главное — найти чёрного. Это единственное, что надо опросить у реки. Метро — живое существо. Дышащее, обладающее душой и мыслящее. Субтитры создавал DimaTorzok Тут надо быть настороже. Глухое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Узнаешь? Это башня А там внизу, городище черных Тот миг, когда ты послал на них ракеты Смотри, это ты сам Река может очистить тебя от груза ошибок Переломи свою судьбу Ты сможешь Верши свою судьбу Своими руками Это их город Их дом Все, что от него осталось Гляди, это он Черный За ним Быстрее Только бы его не потерять Тупик Это здесь ты его почти догнал Попробуй еще раз, Артем Черный Он все еще в цирке уродов На поезде Смотри За ним Скорей Впереди Продолжение следует... Девушки отдыхают Когда мы выходили из реки, что-то не был совсем рядом. Думаю, он не сейчас где-то, недалеко. Ожидается атака на ваш пост. Повторяю, возможно, атака на ваш пост. Главная цель – эвакуационный поезд. Боевая тревога. Опоздали. Поезд 13. Поезд 13. Ответьте. Боевая тревога. Повторяю, боевая тревога. На линии обнаружен диверсионный отряд красных. Ожидается атака на ваш пост. Повторяю, возможно, атака на ваш пост. Главная цель – эвакуационный поезд. Боевая тревога. И поможет нам лишь чудо, Артём. Помни, что я рассказал тебе про Чёрного. Наша судьба – спасти его. И, может, он спасёт всех нас.